Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. По данным исследований учёных, магнитное поле Земли ослабило на 15% за последние 200 лет. Предполагается, что в очень скором времени северные и южные полюса поменяются местами. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что Земля лишится своего защитного экрана, который защищает жителей Земли от солнечного ветра и радиации. Это чревато выходом из строя энергосистем, систем спутниковой навигации и способно серьёзно повлиять на погоду. По информации Дэйниеля Бейкера из Университета Колорадо, эти изменения приведут к тому, что некоторые участки Земли станут непригодными для жизни после смены полюсов. На данный момент наше магнитное поле, которое является защитным барьером для живых организмов, быстро ослабевает и в скором времени может вовсе исчезнуть. Многие учёные мира уже предупреждают, что Земля как никогда близка к моменту переворота полюсов. Как говорится, предупреждён – значит вооружён знанием, что Земля на грани серьёзного глобального климатического катаклизма, который затронет каждого, в каком бы уголке планеты ни находился. Гританские учёные подтверждают, что, например, Земля начала замедляться. И за последние 700 лет она замедлилась, они же измерили, на 4 миллисекунды. Вроде бы немного, но… Это катастрофизм. Да, но на самом деле это ведёт к большой катастрофе. Дело в том, что когда Земля вращается, она немножко приплюснутая. Центробежная сила. Когда она начинает замедляться, она начинает принимать форму в близкую форме шара. Естественно, меняется площадь поверхности земного шара, и есть тектонические разломы, и, соответственно, плиты, они будут либо расходиться, либо, наоборот, находить на этого. И учёные прогнозируют, что, например, даже в этом году вулканическая активность на Земле должна увеличиться минимум в два раза. То есть они подсчитали, что примерно в среднем в год происходит 6-7 крупных землетрясений. Вот в этом году они ожидают порядка 30 крупных землетрясений. И, опять же, это ожидание. Реальность может оказаться совершенно иной. И мы видим... Достаточно одного серьёзного. Да, однозначно, чтобы исчезло всё человечество. Опять же, мы видим те климатические изменения, которые сейчас происходят на Земле. Выпадает снег в Сахаре, замерзает Флорида, замерзают крокодилы в реку. И происходит, по большому счёту, вытеснение горячего воздуха с одних участков суши, ну и в горячий воздух выходят другие территории. А вообще климатологи говорят, что, например, на европейской части климат определяет два таких вот климатических столба. Это примерно Северно-Ледовитый океан и второе пустыня Сахара. И вот если пустыня Сахара у нас начинает замерзать, значит, тёплый воздух идёт в европейскую часть. И мы видим, наблюдаем, что вот Новый год мы без снега встречаем. И здесь у нас очень тепло. Но на самом деле это не очень хорошая ситуация, потому что идёт перераспределение массы Земли. Потому что, опять же, начинают таять вечная межзлота, ледники. Миллиарды тонн. Миллиарды тонн, да. Мало того, что есть опасность. Например, если начнут таять ледники в Северном-Ледовитом океане, то возможно изменится плотность океана, так как он станет более опреснённым. А там, как мы знаем, проходит, ну, заканчивается примерно вот район Мурманска, чуть дальше. Гальфстрим, если это произойдёт, он может просто встать. Если он встанет... Ну, он уже замедляется, это заметно. Если он встанет, ну, тогда это будет фактически ледниковый период, который мы проходили. Для определённой части, да, а для другой, наоборот. Для другой, наоборот, будет резкая... Ну, например... Это не самое страшное, что может быть для человечества. Безусловно. Самое страшное — это та же самая сейсмическая активность, потому что, опять же, из-за распределения массы Земли... Тоже не самое страшное. Ну, опять же... Но она может привести к катастрофе. Ну, та же астероидная активность, да, но, я так понимаю, вы, наверное, имели в виду астероид 2002-NT7. Совершенно правильно, да. Ну, они много говорят, но скандали. Да, примерно, действительно. Ожидали... Ну, есть астероидная опасность. Ну, не его надо бояться. Да, это истинно, естественно. Бояться надо того, что мы разъединены, то, что мы пытаемся каждый доминировать. И в итоге, даже если не вдаваться в изменение климатическое и смотреть ситуацию политическую, то... Этого более чем достаточно. ...элементарно уничтожить друг друга. Человечество уже переживало ядерную войну, и весьма катастрофично. Ну, уже не говоря про астероиды, потому что астероидов, отметок очень много на Земле, огромных, но... Это тоже небольшая беда, с этим легко бороться. Невозможно бороться с выбором человеческим, это правда. Это да. Это свобода выбора, это святое, и что выбирают люди, то и происходит. На сегодняшний день, к сожалению, побеждают тёмные силы. И это тоже правда, это все знают. И самое удивительное, что люди, ну как... Каждый, с кем не поговоришь, он воин света. Не меньше. Но чем занимается целый день? Прислуживает системе. Это тоже правда. И вот как... Но опять же, наши эмоции, наши предпочтения, они же тоже... Формируются. Формируются, да. И они в том числе и формируют определённое поле эмоциональное. Конечно. Которое очень сильно влияет на ту же Землю. А то, что это работает, то, что это действительно влияет и на окружающую среду, и на Землю. Ну пожалуйста, пример на плохо видимых животных, скажем так, летающих, те же плазмоиды. Опять же, этих плазмоидов что привлекают? Те же эмоции? А как же, конечно. Они, я так понимаю, питаются ими. То есть, соответственно, людям стоит задуматься, когда они проявляют гнев, ругаются, ненавидят, кому это выгодят, кому это выгодят, кого они кормят. И что они воспитывают? Да. Получается, всё-таки у человечества есть шанс всё исправить и изменить. Не всё. Не всё. Ну я скажу так, у человечества есть шанс выжить. Есть шанс выжить. Если он поменяет вектор своего развития, если он всё-таки поймёт, что… Мы озвучили слова Суфио. Ну давайте вот на них сосредоточимся, чтобы делать свои выводы. Мы всего лишь говорим, люди, давайте любить друг друга, давайте быть людьми, достойными того, чтобы быть людьми. Продолжение следует...